Друзья, всем доброе утречко, с вами как всегда Алексей Грылов, мы находимся в Таиланде, остров Пукет, смотрите какие классные у Даши косички, смотрите какие классные косички у Дианы, мы сейчас отправляемся на пляж, давайте садимся в нашу малышку и поехали, как говорится, так, мне надо нажать кнопочку на ключах. Так, ну что, давайте будем заводить на кнопочку, пик, все, и будем отправляться на пляж, сегодня поедем на очень классный пляж, очень красивое место, в принципе все места красивые, но тут пляжи настолько разные, и я не знаю, короче, давайте мы приедем и вы все увидите, да? Мы остановились на заправке, у нас дорога оказалась очень долгая, мы едем прямо на самый-самый дальний пляж, где летают самолеты, нужно объехать аэропорт, смотрите как выглядят заправки в Таиланде, сейчас я выйду на улицу, посмотрите, очень красиво здесь, и много чего тут сделано, смотрите какой выбор холодных напитков, это все делают на заправках, очень вкусно, я вот заказал айс латы для Дианы. Так, выходим, ну короче, заправки просто, ну очень, мне понравились, чистенькие, причем здесь очень много всего есть, вот сейчас буду проходить, есть комната, где можно постирать свои вещи, вот смотрите, очень удобно, сразу постирали, посушили, туалеты просто чистейшие. Держите кофеек. Я вот просто загляну, покажу, как оно, что выглядит. То есть, красота, что тут скажешь, можно подкачать колеса, единственное, пишут, чтобы не подкачивали мячики, не подкачивали лодки, прям видите, такие запреты, первый раз вижу. Велосипеды не подкачивали, плюс можно водичку, она так течет, я не знаю, там добавить в омывачку, если надо кому. Вот, короче, мы будем отправляться дальше, мы просто попали в такую пробку огромную, навигатор ее не показывал. Так, едем дальше, да? Ну что, мы приехали, пляж называется Майктао. Опять, вот, когда приезжаете на какой-то пляж, всегда есть парковка. Видите, какая здесь большая парковочка. Машину можно поставить абсолютно бесплатно, никто к вам не подойдет и не скажет, давай, дорогой, плати. И все бесплатно. Я, короче, так и ни разу здесь за парковку не платил. И смотрите, welcome to Майктао. На этом пляже летают самолеты, потому что мы находимся сейчас возле аэропорта. Короче, посмотрим, что это за пляж. У меня есть предчувствие, что здесь очень мало людей будет. Да, людей мало. Водичка прозрачная. Но большое скопление людей получается там, где летают самолеты. Давайте сразу пойдем там, где самолеты летают. Это нужно идти вот по дороге, по тени. Ань, садись ко мне на шею. Давай туда уже дойдем, чтобы там находиться. Мне почему-то казалось, сейчас приедем, и здесь какой-то не очень красивый пляж будет. А здесь вот эти места, вот если ближе к аэропорту ехать, насколько здесь офигенно. Получается, мало людей, пляжи красивые, водичка суперская. Короче, места здесь очень красивые. Все, мы идем в сторону аэропорта. Там, где над нами будут лететь самолеты. Получается, взлетная полоса начинается, можно сказать, уже на самом пляже. То есть, пляж и сразу же за сеткой взлетная полоса. Или посадочная. Там, говорят, они по-разному, как-то из-за ветра вроде бы. Говорят, могут идти на взлет, а могут идти на посадку. Смотрите, какая красивая растительность здесь. Конечно, когда здесь ходите, всегда нужно смотреть под ноги, чтобы не наступить ни на какую змею. Живности, сказали, здесь много. Сказали, намного больше, чем мы даже себе можем представить. Обычно такие качели висят на пляже, на каком-то дереве. Ты катаешься с видом на море. А здесь они на тротуаре. Видишь, Даш, если гигантские волны здесь будут, видишь, тут цунами могут быть. И тут написано, в какую сторону надо убегать. Это волна размером с огромную многоэтажку. Вроде бы, как говорят. Здесь даже находится какой-то отельчик. Да, мы, получается, сюда ехали. Навигатор вел, то есть, на пляж. А там, оказывается, территория отеля. Нас не пустили. И мы вот объезжали немножко. Все, сейчас начнется красота. Уже видно издалека, как летят самолеты. Но мы, правда, сейчас... Нам еще пять минут идти до пляжа. Мы не увидим, как он над нами пролетит. Итак, смотрите. Получается, когда сюда едете, на карте отмечаете Майк Хао пляж. И припарковались. И там ездят тук-туки. Но я спросил, один тук-тук 70 бат. Короче, тук-туки недорогие. Просто мы на обратном пути уже будем идти. И поедем на тук-туки. Мам, самолет не у них. Самолет не у них. Здесь отельчик. Люди купаются в бассейне. Можно смотреть с бассейна, как приземляются самолеты. Но гул от них очень сильный. Я думаю, наверное, у каждого есть мечта. Побывать на том пляже, где приземляются самолеты. У меня такая мечта была. И я думал, так, это куда надо ехать? В какие страны? А тут, оказывается, на Пукете это все есть. Вот. Сейчас мы дойдем. Я уже вам покажу, как это все выглядит. Ну, это прям очень круто. Здесь волейбольная площадка. Опять же, есть природная тень. Смотрите. Смотрите, как красиво. Какие красивые корни у деревьев. И можно вот расстелить полотенечко. Выходить на пляж купаться. Здесь пишет национальный парк. Алкоголь фри зона. Так, все, уже пошли торговые точки. Продаются фруктики. Цены, я вам скажу, хорошие. Можно и пообедать. Вот смузи продаются по 60 бат. Вот, не знаю, там острый суп с креветками 100 бат. Ну, цена суперская. Так, я уже прям проголодался. Возьмите, да? Хотите клубничку можно купить? Давай, давай клубничку. Да? Возьмите клубнику. Да. 100 бат стакан стоит. Я увидел, здесь делают шашлычки. Взял три шашлычка и взял чисто белый рис. Тоже тут свеженький приготовили. Вот, поэтому, короче, это мой завтрак будет сейчас такой полноценный. Я, знаете, люблю, короче, чисто вот белый рис. Вот мне нравится он здесь. И у нас остановочка еще на мороженое. Но это, знаете, у нас перекусы. Дети с утра, если что, хорошо поели, позавтракали, ели омлет, овсяную кашу. Сейчас мы покупаем фруктики постоянно. И еще, ну вот, мороженка кокосовая. Оно реально тут классное. Если я не показываю, что там дети что-то едят, это не значит, что они не едят. И мы в этой поездке сейчас... Ого! Прямо смотрите, как рядом это ждает. Очень круто. Короче, сейчас мы, как бы, заезжали уже в большие супермаркеты. Там набирали еду. И в основном для детей мы готовили дома. Потому что, ну, короче, так удобнее, во-первых. И мы знаем 100% еду, которую они будут есть. Песок здесь очень горячий. Вот, конечно же, минус, что нету здесь. А, нет, хотя тень тоже там есть. Видите, вот, аэропорт прям за колючей проволокой. Ну, прям очень круто, я вам скажу. Я уже хочу сейчас дойти туда поскорее. Зайти в водичку. Дети дома едят супы. То есть, мы им все готовим. Просто там комментарии пишут, что вот, дети голодные. Ничего не едят. Готовить вы не умеете. А я вам скажу наоборот. Дети не голодные. Готовить мы умеем. Поэтому дети полноценно питаются. И все хорошо. Вот так. Не переживайте. Можете спать спокойно. Кто за это переживал. Вот такие дела. Самолеты здесь часто летают. Но мы вот пока шли. Я не знаю, штук 5 уже прилетела. Так, идем в толпу. Наверное, там, где много людей, там самые лучшие места. Да, вот здесь прям взлетная полоса начинается. Видите, как и близко. О, лечит. Смотрите. Даша, быстрее, самолет летит. Прямо на нас. Насколько это круто. Я как бы видел, знаете, ну, всякие видео, как самолеты пролетают. А это когда вживую на это все смотришь. Насколько это все по-другому. Ну, еще надо мной не пролетел. Сейчас пролетит, но он уже приближается. Уже прям такие какие-то необычные ощущения. Ну что, ты готова, чтобы над тобой самолет прилетел? Смотри, прям над тобой сейчас. Близко-близко. Наверное, даже надо будет пригнуться. Смотрите, как офигенно. Вот это класс. Смотри, надо мной пролетел. Мне кажется, я очень ближе к забору стоять, там чуть ли не потрогать можно. Он так... Да-да-да-да-да. Это так... Я говорю, что вживую это совсем по-другому смотрится, да? Ну что, давайте сделаем классные фотографии. Вы готовы? Да! Так. Так. Смотрим на меня. Смотрим на меня! Вот это круто! Аня, ешь шашлык. Классно? Давайте немножко пляж покажу. Точнее, заход в море. Смотрите, водичка идеальная. Красивая, голубенькая, прозрачная. Очень классно. А ты здесь левкий, поэтому не самым пригодал свои волосы. Даш, ну расскажи тебе, как этот пляж. Нравится? Да. Круто, когда на тобой самолеты летают. Мы с тобой раньше это видео смотрели, а сейчас, видишь, приехали в такое место. Знаете, что вообще в другом море, ну, именно здесь, когда я стою, А здесь я еле-еле стою. Ну, здесь резкий заход идет. Да, мы были на пляжах, там, где мелкий заход. Сказали, идеальный пляж для детей, где-то вот здесь вот рядышком, вот, за поворот зайти туда. И там вообще идеально. С детьми. Там такой мелкий заходик. Короче, мне вот пляжи в сторону аэропорта, я вам скажу, очень понравились. Это уже не первый пляж, на который мы приехали. В общем, самолеты здесь летают очень часто. А оказывается, скажем так, аэропорт такой прям популярный. Я думал, как-то, ну, меньше, наверное, будет. А тут один за одним. Причем такие махины пролетают. Вот только что летел самолет Катар, авиакомпания. Просто такая гигантская махина. И мне казалось, он уже как будто вот этими шасси начнет уже к морю прикасаться. Это прям, короче, ощущения очень крутые. Одно дело, когда смотришь это на видео, а другое дело, когда ты это вживую видишь. Это прям очень круто. Еще один. Но этот поменьше. Они поменьше, повыше летят. Но все равно прям рядышком-рядышком пролетают. Да, этот намного выше. А вот гигантские, они прям низко-низко. Еще от них такой ветер прям сдувает полотенце. То есть это уже так, скажем. Ни о чем. Сейчас иду под самую решетку. Здесь прям, наверное, вообще мигрючение должно быть. Так, ну летит он прям, кажется, на меня. Ой, здесь вообще другие ощущения. Здесь один за одним садятся самолеты. Один за одним улетают самолеты. Прям поток. Просто бешеный. Я, короче, вообще... Ну, вроде бы я сюда прилетел. Мне казалось, такой маленький аэропорт. Такой малюсенький-малюсенький. Думаю, наверное, редко сюда каждый самолет. Ну, не прям так часто. Один за одним прям летит. Только, получается, вот один приземлился. Сразу уже на горизонте другой появляется. Сейчас летит еще один самолет. Готово? Фотографиям. Расставляй руки. О, это прям низко. Ну что, ты готова? Давай, втянули живот, расправили плечи. Делаем фотографии. Я заказываю бананок. Полудничный шейк. Огромный стоит. 60 бат. И цены хорошие тут. Возьмем еще сейчас вот такой вот блинчик с яйцом и бананом. Просто мега офигенный. Делают, смотрите, с разными вкусами. Но я беру микс яйцо-банан. Экс-банан. Экс. Экс. Да, все правильно сказал. Даже с крабовыми палочками делают. Сосисочками. С тунцом. Держи калорийную бомбу. Очень классный блин, Даш. Аня тут. Она катается, а там самолет какие-то катается. А ну, Анютка. Катайся, катайся. 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 Классно. Я себе возьму кокосик Я себе взял кокос Короче, прочитал в интернете Оказывается, вот в этом кокосовом соке Или как это правильно? Кокосовое молоко Огромное количество пользы от него Сейчас я не знаю Если получится, зачитаю Все, напилась? Тяжелый И кислый Смотрите, вот на самом деле Почитайте статьи про вот эту кокосовую воду Очень много чего полезного В ней содержится Получается Сок способен предотвратить обезбоживание Что я говорю Потом продукт способен помочь нервной системе Огромное количество полезных минералов содержится в этой кокосовой воде Замедляет старение Помогает улучшить пищеварение Благодаря снижению биоактивных элементов Улучшает иммунитет организма Там находится лауриновая кислота Обладающая антибактериальным, противовирусным и противогрибковыми свойствами Потом натуральный продукт Это достаточно весомая причина, чтобы пить кокосовый сок Вот Ну, короче, это в принципе на любителя Но мне вот эти кокосовые соки Очень нравится Ну что, покидаем это прекрасное место Короче, чем классный пляж То, что здесь нет лежаков Он просто гигантский Он просто огроменный Вот Людей, скажем так, мало здесь Ну, вот единственное Вот состредуточение людей Это там, где вот самолеты садятся И все Ну, тоже как бы отлично Вот Поэтому мне это место очень понравилось Еда продается Мне показалось как-то Ну, все свеженькое Все нормально Все вкусненькое Кокосы холодненькие Потому что иногда бывает кокос Просишь холодный Они дают его Недостаточно холодный А тут прям такой Холодный-холодный был Вот Шашлычок был вкусный Смузи был классный Виды просто классные То есть Одни положительные эмоции От этого места А вам как? Будет интересно почитать Ваши комментарии Напишите Сейчас мы возьмем тук-тук И доедем До нашей Машины Так Мы садимся на тук-тук О, у меня еще на тук-туке Так он не ездит Ну, короче, стоит Я ему показал Где наша машина Находится Он говорит Куда ехать Наверное, тут люди Просто из отелей ездят Наверное, территория тут большая И Ну, короче, 50 бат стоит Так вот Если по цену Короче, недорого Сейчас мы уже сядем Машину У Ани будет Тихий час Дороги Для Даши вообще круто Она так счастлива Самолеты увидела На тук-туках поездила Слонов кормила Обезьян кормила Обезьяны даже фрукты забирали Вообще Прям Столько эмоций С этой поездки Да Слонов много раз видит Довез нас прямо До машины Ну, короче Наверное, будем заканчивать Это коротенькое видео Напишите, как вам понравилось Вот вы через видео Смотрели это все По-моему, очень классно А вам как, понравилось? Супер Да? Тебе даже тоже понравилось? Да Да В общем, на этой прекрасной ноте Будем заканчивать это видео Всем счастья Крепкого здоровья Мира и всего вам самого лучшего Короче, найти этот пляж несложно Просто смотрите на карту Пукета Тут один аэропорт И сразу же видно пляж Вот Там, где взлетная полоса начинается Поэтому вообще супер Всем еще раз Всего самого лучшего Спасибо, что смотрите Подписывайтесь на канал Если не подписаны Всем пока Расстрочка на покупку квартиры в новостройке 0% Низкая налоговая ставка Тропический климат И потрясающая природа Инвестируйте в недвижимость Таиланда С Royal Property Royal Property